Тем временем в латвийской столице придумали, как бороться с полулегальной ночной торговлей алкоголем. Новые правила Рижской думы должны сделать продажу горячительного по ночам нерентабельной. Однако это предложение уже встретило сопротивление со стороны торговцев. Новые правила Рижской думы должны заставить ночные магазины прекратить торговлю алкоголем в запрещенные часы. Ведь зная места, раздобыть спиртную ночью в столице не составляет труда. Алкоголь в ночное время могут продавать кафе и рестораны. Но получить лицензию кафе не составляет труда даже обычному ночному магазину, разместив в зале подобие барной стойки. Клиенту продают бутылку алкоголя, тут же ее открывают, а что делать дальше – выбор покупателя. И тот, естественно, спокойно уходит. Если в таком случае полиция остановит такого покупателя, то продавец скажет, но я же ему открыл бутылку, я думал, что он будет пить на месте. Рижская дума постановила, что розничная торговля алкоголем в кафе и ресторанах должна проводиться в помещениях, отделенных от зала, где продают спиртное в таре на вынос. Это помещение также должно иметь отдельный вход с улицы. Против новых правил уже выступила Латвийская ассоциация торговцев, многим из которых, очевидно, придется перестраивать модель бизнеса. Тут говорят, любые дополнительные ограничения Дума должна была продвигать через Сейм. К тому же, по их данным, все магазины, кафе работают честно, и никто открытые бутылки на улицу не выносит. В этом году мы не получали никакого сигнала, ни мы, ни акцизное управление о том, что в Риге есть какие-то проблемы с соблюдением закона. И закон сейчас говорит, кто может торговать с 22 до 8, и кто не может говорить. Если есть какие-то нарушения, тогда мы с удовольствием подключимся. А кто должен сообщать? Люди приходят, ночью покупают алкоголь, они довольны, уходят, и, собственно, продавец довольный остается. Но если все довольны, тогда непонятно, почему Рижская дума принимает какие-то решения. В думе же говорят недовольны жильцы близлежащих домов, которые за последние два года почти тысячу раз вызывали полицию с жалобами на нарушение порядка. Новые ограничения должны вступить в силу с 1 января следующего года. Их еще должно утвердить Министерство регионального развития.